Ушел из жизни Карамат Шарипов, экс-лидер всероссийского движения «Таджикские трудовые мигранты». Карамат Шарипов, правозащитник, известный среди таджикских мигрантов, умер в возрасте 57 лет. Его родные сообщили, что в последнее время он страдал от сердечной недостаточности, а утром 9 мая его сердце остановилось. По словам родственников, Шарипов скончался в Вахдате, а его тело доставлено на малую родину в Файзабадский район. Ожидается, что похороны состоятся до полудня 9 мая. Карамат Шарипов за день до своей смерти в беседе с радио «Азоди» сообщил, что продал часть своего имущества в российской Туле, а вырученные 1 миллион рублей хочет направить для нуждающихся людей и поддержки мигрантов в Таджикистане. Карамат Шарипов, глава общероссийского движения таджикских трудовых мигрантов, был известным защитником прав соотечественников, работающих в России. Он был одним из немногих правозащитников, которые выступали с резкой критикой политики России в отношении мигрантов. Шарипов имел российское гражданство, но российские власти аннулировали его гражданство в декабре 2017 года и выдворили его в Таджикистан. В официальном комментарии решения московского суда говорится, что высылка Шарипова обоснована получением российского паспорта обманным путем. Однако до последнего дня Карамат Шарипов рассматривал свое выдворение из России как акцию заинтересованной группы, которой была не по душе его правозащитная деятельность. Карамат Шарифов родился в 1963 году в Файзабадском районе. В 1984 году окончил Симферопольскую военную академию. После окончания академии до 2000 года служил офицером в вооруженных силах России. В 2007 году создал общероссийское движение таджикских мигрантов и занимался защитой прав трудящихся соотечественников.